привет всем сегодня хотелось бы поговорить на немного может холиварную тему а конкретно о том что японцы не любят садиться с иностранцами в транспорте я знаю что очень многих иностранцев это серьезно задевает некоторые даже сидят и за этим очень пристально следят отслеживают кто рядом с ними очередной раз не сел у меня на этот счет дан спокойное отношение дело в том что я не знаю почему может у меня лицо такое люди со мной очень любят заговаривать на улицах это было всегда еще до приезда в японию после приезда тем более потому что я к тому же часто делаю странные вещи например транспорте я иногда читаю сутры опять же из-за того что занимаюсь полевыми исследованиями на улице я могу что-то измерять фотографировать в общем люди подходят и начинают задавать вопросы и я обычно этому рада я всегда готова поговорить с новыми интересными людьми дальше может я у них что-нибудь интересное узнаю для себя но иногда я бываю к этому не готова особенно когда еду с работы усталая и мне очень не хочется затевать разговор отвечать на стандартные вопросы откуда вы как вам нравится япония все ли вы можете съесть из японской кухни поэтому когда я захожу в транспорт я обычно выбираю место где никто не сидит если такого опции нету тогда я выбираю сесть рядом с человеком у которого меньше всего шансов со мной заговорить в топе у меня люди уткнувшиеся смартфоны люди уткнувшиеся смартфоны я вас люблю правда вы мне не мешаете но есть люди которых я сразу отсекаю думаю здесь я точно не сяду это в первую очередь бодрые пенсионерки моя аудитория я это прекрасно знаю не очень любят если я не в настроении говорить я с ними рядом не сажусь вторые это мужчины средних лет в деловых костюмах потому что велик шанс что он едет намекая какого-нибудь то есть попойки у него хорошее настроение он хочет проверить свой английский и и на третьем месте у меня как это не прискорбно иностранцы почему иностранцы потому что очень часто я попадаю в ситуацию когда рядом со мной садится иностранец ему одиноко ему хочется поговорить о своем опыте в японии а во мне он видит собрата со сестру в этом феминитив ну в общем и он начинается на разговор и обычно опять же я готова его поддержать но никогда я устала поэтому я может быть к этому более-менее спокойно отношусь дискриминирую ли я этих людей я думаю что в какой-то степени да я дискриминирую потому что я распространяю на них свои субъективные впечатления свои стереотипы то есть если это бодрая пенсионерка конечно она захочет поговорить а может она не хочет может она станет не чувствует себя одиноким и не будет сама разговаривать откуда я знаю не знают но тем не менее да я так делаю и каждый раз я себя успокаиваю тем что на самом деле я же не думаю об этих людях плохо как раз наоборот я не забочусь я их спасаю от неудачного собеседника которым я в данный момент наверняка являюсь или что да ладно все так делают я же не обязана прямо садится на первое попавшееся свободное место я сделал выбор как свободный человек в свободной стране и из тех публикаций из тех работ посвященных нежелание японцев садится рядом с иностранцами я подчеркнула что большинство японцев думают также то есть нет им не страшно и неприятно просто как-то неловко в японии существует такой стереотипный образ иностранца который общительный любит японию любит японцев говорит непременно по-английски и постоянно находится в беде и этот стереотипный образ японца часто японцы иностранца очень часто заставляет японцев подходить на улице к иностранцам которые выглядят какими-то потерянными и спрашивают ой окей can i help you иногда это очень сильно помогает но тот же самый стереотипный образ иностранца заставит японца сто раз подумать прежде чем сесть рядом с ним транспорте в том случае если он сейчас не настроен брать на себя ответственность за одинокого потерявшегося иностранца то есть этот момент сидеть рядом с иностранцем не воспринимается как что-то повседневное это возможный задел для какого-то приключения если ты не готов к тому приключению то ты не будешь этого делать давайте я расскажу одну очень личную историю которая для меня предопределила то как я отношусь к подобным вещам когда я только приехал в японии это был 2012 год я приехала как многие уже знают сэндай регион очень сильно пострадавшие от землетрясения цунами я сразу же ввязалась волонтерскую деятельность и вот однажды так получилось что я не ехала с волонтерской группой вместе сразу а поехала отдельно я уже не помню по какому поводу мы давно были встретиться в пострадавшим районе у меня была карта карта этого региона этого города к сожалению эта карта была выпущена до цунами и когда я туда приехала она мне не очень сильно помогла все вокруг ну какой было пусто домов практически нет какие-то развалины людей вообще нет и я хожу и очень плохо себе представляю куда мне вообще нужно идти и тут я увидела мужчину который гулял с собакой уже очевидно погулял и шел к своей машине мужчина был пожилой самый обычный японец и я решила что может он мне может помочь я побежала к нему размахивая этой картой так как вокруг не было никого только я одна он меня увидел уже издалека очень быстренько подхватил собачку сел машину и уехал я расстроилась конечно так чтобы очень пошла дальше искать но далеко я уйти не успела меня догнал этот же самый мужчина вылез из машины и очень долго передо мной извинялся и повторил это все по второму кругу когда до него дошло что я говорю по-японски то есть он сначала на ломаном английском я пытался все объяснить потом еще на японском более подробно согласно его объяснениям он постеснялся со мной заговаривать потому что он плохо говорит по-английски он решил что он не сможет мне помочь и решил поскорее из этой ситуации смутаться но потом уже в машине он подумал что раз я нахожусь здесь сейчас значит я волонтер я приехала в японию помочь восстанавливать японию после такого бедствия а он вместо того чтобы в свою очередь помочь мне просто трусливо убегает на своей машине что это неприемлемо и поэтому он решил остановиться и хоть как-то хоть каким-то образом помочь и он мне очень помог он был не местным он часто приезжал в регион он помог мне найти место куда мне надо было довез меня туда на своей машине и этот случай я вспоминаю теперь с большой теплотой и поэтому наверное я очень спокойно отношусь к случаям когда люди не хотят вовлекаться в отношения со мной потому что во первых я понимаю что это совсем не обязательно потому что они обо мне плохо думают может наоборот может они о себе плохо думают может они считают что они не смогут поговорить по английски может не смогут помочь то есть может это неуверенности в себе и да это стереотипное представление обо мне да это может невежливо но это без злого умысла и второе я реально считаю что у людей есть право у людей есть право помогать и если они к этому не готовы если они сейчас не готовы тратить свою энергию на вовлечение в отношения со мной с кем угодно они имеют право этого не делать если человек вступит со мной в взаимодействие если он решится заговорить со мной я прилагаю все усилия чтобы это был позитивный опыт я стараюсь отвечать даже когда я устала когда мне хочется домой скорее или там тоже в смартфон укнуться я стараюсь поговорить но при том я вполне осознаю что у меня тоже бывают такие моменты когда я ни с кем не хочу увлекаться в отношения тем более с человеком с которым это вовлечение в диалог может грубо говоря от есть меня больше ресурса чем я сейчас хочу многие японцы я подозреваю видят эту ситуацию то есть даже сесть транспорте рядом с иностранцем именно так что это потенциально выльется во что-то большее чем просто поездка на транспорте и несмотря на то что это невежливо не стоит на это обижаться я думаю просто радуйтесь когда с вами позитивно заговорили покажите себя в лучшем виде но конечно мне хотелось бы услышать ваше мнение были ли у вас такие случаи или может наоборот с вами всегда заговаривают у вас были хорошие примеры того как с вами заговаривали насколько это позитивно это все пожалуйста комментарий пока пока а а а а а а а Продолжение следует...